Добрый вечер с обзором событий за 29 сентября. Корреспонденты из Казахстана и я, Селим Жанова. В этом выпуске вы увидите. Астанинский пациент, министр здравоохранения Жекслыгда Скалиев, находится в столичном медцентре с диагнозом тяжелый инсульт. Казахстан из ИТЮ. Название фотовыставки в Варшаве о жестоких избиениях, незаконных арестах и нарушениях прав граждан Казахстана. Фундамент просел, стены в трещинах, жилой дом Павлодаре, построенный по госпрограмме, эксперты признали аварийным. Обстоятельства ареста и преследования министра здравоохранения Жекслыга Доскалиева начали открываться спустя почти неделю. Журналистам приходилось дежурить в больнице, куда чиновник попал с инсультом. Депутаты парламента были вынуждены направить запрос напрямую к генеральному прокурору. И все же суть дела мало, чем объяснила атмосферу таинственности. Министра здравоохранения подозревают в банальном получении незаконного дохода в особо крупном размере. Материал столичных корреспондентов. Жекслыг Доскалиев находится в столичном медцентре с диагнозами тяжелый инсульт, кома, паралич и потеря речи. Депутаты Нижней палаты парламента потребовали от генеральной прокуратуры расследовать, по каким причинам министр здравоохранения оказался в палате реанимации. Спровоцировать это, по мнению мажористмена Итигулова, мог допрос в финполиции и не оказанная вовремя медицинская помощь. На момент его задержания он все еще оставался министром, никто его не снимал. Он приписан к определенной больнице, к определенной клинике. Соответственно, если у него ухудшилось состояние, его должны были доставить к лечащему врачу. Вот именно это мы и просим расследовать. Почему эти действия не были произведены, почему теперь человек... В больнице средняя температура была очень высокой. Уровень секретности зашкаливал. Журналисты дежурили в отделении, пытаясь что-то узнать. Ответить на вопрос о жизни и смерти высокопоставленного пациента врачи не могли. Не могу я вас с вами разговорить. Силовые структуры со дня возбуждения уголовного дела на Доскалиево выдавали стерильные от информации данные. Превышение служебных полномочий. Без пояснений. А сегодня суд не выдал санкцию на арест министра на 10 суток. В ответ на это и заявление депутатов финансовая полиция поспешила дать разъяснение о причинах допроса министра здравоохранения и подробностях дела, которые на него завели. Доскалиева подозревают, что он в бытность ректором Казахской госакадемии продал недвижимость, выстроенную на земле вуза и получил 9,5 миллионов долларов незаконного дохода. В ходе следствия Доскалиевым на свидетелей по уголовному делу оказывалось давление, чем он воспрепятствовал объективному расследованию. Кроме того, Доскалиевым была открыта виза на выезд в одну из стран дальнего зарубежья, что давало основания полагать о его невозвращении в республику Казахстан с целью избежания уголовной ответственности. У палаты Доскалиева выставлена охрана. По какой причине ему припомнили дела давно минувших дней и чем объясняется начало операции против практикующего врача, трудно сказать. А пока женслык Доскалиев даже в коме остается в должности министра. Василий Костин, Чингис Шагал, Астана, Казахстан. И как только что стало известно, здоровье министра Доскалиева резко ухудшилось. Он в коме. Об этом журналистам сообщил его адвокат Роберт Шмаль. С его слов, в настоящее время же к слыке Доскалиева готовят к операции на сердце. Как сообщил Роберт Шмаль, состояние здоровья резко ухудшилось после того, как его посетили полицейские, которые, несмотря на сегодняшнее заявление о снятии охраны, пытались вывести министра из клиники в следственный изолятор. Мы будем и дальше отслеживать ситуацию. Новая дуга нестабильности. Публичная лекция с таким названием прошла в Алматы. Французские исследования безопасности в Центральной Азии представила западный политолог Марлен Ларюэль. По ее мнению, нестабильная обстановка в регионе в какой-то степени на руку Казахстану. Выступая посредником на переговорах и помогая стабилизировать конфликты, страна зарабатывает политические дивиденды. В целом, ситуацию в Ферганской долине, Афганистане и постреволюционном Кыргызстане эксперт оценила не без юмора. Ольга Настякова продолжит. Ситуация некрайна, если сравнить с некоторых, не знаю, африканских стран. В сравнении с африканским континентом, как барометр нестабильности. На лекции в Алматы французский политолог Марлен Ларюэль рассуждает о роли регулятора конфликтов, отмечая, что ОБСЕ, которую возглавляет Казахстан, была почти полностью бессильной во время недавней революции в Кыргызстане. Эксперт намекнула, западу хотелось бы более предметного диалога. Потому что все-таки через ОБСЕ делаются очень интересные и важные вещи, но это недостаточно. А все другие региональные организации, в которых Казахстан сам присутствует, они не связаны прямо с Европой, кроме НАТОвских сотрудничеств. Значит, это или с Россией, или ШОС. И для этого, конечно, для Запада очень сложно найти, ну, просто институциональное место, где можно об этом по-настоящему поговорить с Казахстаном. Стабильность в Центральной Азии уже вызывает опасения у мирового сообщества. Недавний пример – Таджикистан, где власти объявили борьбу с исламизацией, а в горах Памира буквально через несколько дней начались стычки военных с якобы радикально настроенными полевыми командирами. Этнический конфликт между узбеками и кыргызами, случившийся на юге Кыргызстана в Аше, также подлил масло в горячий центрально-азиатский котел. Исламское движение Узбекистана пригрозило соседнему государству джихадам. Цель этой акции заключалась не только в создании хаоса и неуправляемой ситуации в стране, но и преследовала далеко идущие цели по втягиванию Узбекистана в эту жесткую резню и в конечном итоге превращение межэтнического противоборства в межгосударственное противостояние двух соседних государств, как Кыргызстана и Узбекистана. Президент Ислам Каримов на саммите в ООН намекнул на вмешательство так называемых третьих сил. Аналитики, в свою очередь, говорят о стремительной и радикальной исламизации соседних с Казахстаном стран. Вот из тех, которые эксплуатируют вот эти религиозные лозунги, они сейчас набирают очень серьезную опору, особенно в Средней Азии. Но если Казахстан возгородить, именно Среднюю Азию, если речь про Казахстан, то это, скажем, южные районы, западные районы. Медооценивать этот фактор нельзя. По мнению экспертов, на сегодняшний день речь идет уже не о региональной, а о международной безопасности. И Казахстану, как самой развитой стране и региона, пора воплощать свои собственные интеграционные и миротворческие инициативы. Не только на словах. А пока в Большой Центрально-Азиатской игре, где все слагаемые неизвестны, суммарный результат вызывает только опасения. Ольга Настюкова, Асана Милов, Тимур Акчурин. Алматы, Казахстан. А специальный докладчик ООН по вопросам пыток Манфред Новак по итогам своего визита в Казахстан признал наличие жестокого обращения в местах лишения свободы. С начала сентября он посетил 14 колоний. К приезду иностранного гостя администрация тюрем тщательно подготовилась и провела беседы с заключенными, дабы никто не разглушал реальное положение дел на территории казахстанской зоны. В связи с этим представитель ООН Манфред Новак порекомендовал тайно расследовать жалобы на пытки. Материал Агири Муспановой. Власти страны основательно подготовились к визиту спецдокладчика ООН по вопросам пыток Манфреда Новака. Только в некоторых тюрьмах краска не успела высохнуть. Двери и стены были спешно покрашены незадолго до визита. Обитателям карагандинской женской тюрьмы до приезда ооновского представителя не разрешали спать на кроватях, боялись запачкать новую постель. Впрочем, это не помешало заключенным, несовершеннолетним в том числе, пожаловаться иностранцу на пытки и унижения со стороны администрации колонии. Мой приезд благодаря стараниям властей Казахстана превратился в широко разрекламированную экскурсию. Я этого не хотел. У государства были попытки скрыть от меня правду жизни заключенных. Надо было проходить через стену лжи, чтобы получить реальную информацию. Власти пытались со мной играть в карты. В своем отчете перед ООН я замечательно все это изложу. Представитель ООН был удивлен, что руководство колонии не поленилось проинструктировать каждого заключенного, как нужно вести себя и какую информацию необходимо скрыть от ревизора. Руководство Куиса не отрицало. Старались угодить. Везде так делают. И вы точно так же делаете. Когда приглашаете в гости, какой-то порядок наводите, для того, чтобы оно было лучше выглядело, чем оно есть. Новый к наслышан о пытках в казахстанских тюрьмах. О них ему снова напомнили на тренинге правозащитники. На встречу с ООНовским представителем пытались попасть родные осужденных, которых, по их словам, избили в столичной колонии ЕЦ-166-10. Обращаюсь от имени родственников. И в ходе вашего этого визита будет ли предоставлена возможность родственникам жертв пытать, встретиться с вами. Они сейчас здесь, в Астане, и прибывают, и прибывают. Они возлагают очень большие надежды на вас. Манфред Новак представит отчет ООН о поездке в Казахстан весной следующего года. По словам эксперта, тогда же будет дана объективная оценка ситуации в казахстанских тюрьмах. Пока же Новак предложил создать в стране независимую организацию по правам человека. Агерима Спанова, Сама Туренбаев из Астаны, Казахстан. Фотовыставка о жестоких избиениях, незаконных арестах и нарушениях прав человека Казахстана открылась в Варшаве в рамках ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению. Название выставки «Казахстан из ИТЮ» или «Другой Казахстан». Авторы фотографий предпочли остаться неизвестными. По их работам Казахстан узнавала Светлана Третьякова. Проливной дождь уже не смог сорвать открытие этой выставки. Организаторам и авторам представленных здесь фоторабот пришлось преодолеть куда более серьезные препятствия. Такие моменты в Казахстане снимать строго запрещено. Эта действительность беспрекрас. Власти такой беспристрастный взгляд совсем не по душе. Пробовали сорвать выставку тем, что рассылали абсолютно сногсшибательные письма с точки зрения клеветы. Но, тем не менее, как вы видите, сегодняшняя выставка состоялась. Объективы камер журналистов газеты «Республика» и французского фотографа Юрия Белака запечатлели, как полиция разгоняет мирную акцию в поддержку Евгения Жовтиса с применением силы арестовывают журналистов, не согласных с принятием антидемократического закона о лидере нации. В числе первых зрителей депутат Европарламента Януш Анышкевич. Он замечает, политики в Европе привыкли к совсем другому образу Казахстана. А эти снимки просто шокируют. Фотовыставка открыта накануне ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению. Доклады о соблюдении прав человека прочитают, может, и не все ее участники, а вот мимо этого фотоотчета вряд ли пройдут. Его задача привлечь внимание к Казахстану, к тому, что творится в нашей стране, и обратить внимание, что Казахстан, который возглавляет в этом году ОБСЕ, не соответствует статусу даже членов ОБСЕ, не говоря уже о председателе. Представители казахстанских неправительственных организаций, журналисты независимых изданий, среди них Общественный фонд «Гражданская активность», газета «Республика» на конференции в Варшаве представят реальную картину происходящего в Казахстане. Все то, что власти так тщательно скрывают. Если лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, то эта выставка открыта как раз вовремя. Светлана Третьякова, Варшава. О нарушениях собственных прав заявили издатели газеты «Голос Республики». Сегодня представитель компании в суде Сергей Уткин проиграл иск против налогового управления. Но теперь издательство намерено отставить свои права в вышестоящей инстанции. В чем суть претензий к налоговой службе? Материали Зарины Ахматовой. Иск издателя газеты «Голос Республики» АДП ЛТД к районному налоговому управлению Алматы рассматривался сегодня специализированным межрайонным экономическим судом города. По мнению представителя издательства, налоговики незаконно требуют проведения комплексной внеплановой проверки предприятия. На том лишь основании, что печально известная типография «Комета-С» некогда печатала тиражи газеты. То есть, по сути, это должна быть проверка, как говорится, встречная. То есть, приходят, допустим, в эту газету и проверяют все взаимоотношения с «Комета-С». Ну, сколько их там было? Там 10, 20 тиражей или 100 тиражей. И вот эти все моменты. Однако, фактически налоговики назначили проверку за весь период деятельности газеты, когда еще и с «Комета-С» никто не работал. Истец не отрицает факта проверки, но спаривает ее объемы. По мнению юриста, Уткина проверять можно только документы, касающиеся взаимодействия издательства с типографией. Об этом говорит одна из статей закона о частном предпринимательстве. Однако, судье Гульнармии Иржановой, чтобы не согласиться, понадобилось всего 10 минут. Отказать. Решение может быть обжаловано и протестовано в течение 15 дней в Алматинский городской суде. Представитель ответчика налогового управления Медеусского района вовсе пожелал остаться инкогнито. После того, как отстоял собственную точку зрения, налоговик заявил прессе – он неуполномочен. На этом общение с прессой закончилось. Сергей Уткин сообщил, в течение 15 дней издательство намерено подать апелляционную жалобу в Алматинский городской суд. В сегодняшнем решении юрист видит прямое несоответствие действующему законодательству. Зарина Ахматова, Тимур Акчурин из Алматы, Казахстан. Общая длина пути – 25 километров. Между тем, на строительство первой очереди метро было выделено порядка 800 миллионов долларов. Для завершения строительства требуется еще больше полумиллиарда долларов. Однако планы руководства категорически не устраивают народных избранников. Депутат Мажелиса парламента Амангиль Дымомышев уверен – это слишком затратный проект, а значит в нем нет необходимости. Я не сгущаю краски. Я говорю, что объективно нам надо это метро, объективно мы должны видеть, когда оно будет точно. И если не будет точно, надо этих людей привлечь к ответственности. Такие деньги туда гонят, используют большие. Они будут говорить и этот год, и будущий год, и еще в будущий год. Их надо не дождаться, их надо привлечь к ответственности. Другой затратный проект – жилой дом Павлодаре, построенный по госпрограмме всего 4 года назад, независимые эксперты признали аварийным. Их заключение – стены дома в трещинах вместо кирпичей строители использовали пеноблоки. Чиновники разводят руками, комиссия, которая принимала дом в эксплуатацию, дефектов не выявила. В доме, который построили по госпрограмме, побывала Евгения Бодрова. В срок годности 4 года. Именно столько смог прожить не тужа Павлодарец Ержан Аралов. В доме, построенном по госпрограмме. Взятая в ипотеку квартира в аварийном состоянии. Трещины пошли паутиной по всему зданию. Жильцы опасаются вешать на стены даже фотографии. Это уже последствия ураганного ветра, который был две недели назад. Большинство квартир этой высотки заселены молодыми семьями. Детей здесь не пускают гулять одних. Люди боятся облицовки дома. Листы алюкабонда то и дело отваливаются и с грохотом летят вниз. У нас на глазах на автомобиль нашего друга упала плита огромная, помяла весь автомобиль. И вот так вот, когда ураганы, ветры, падают плиты. Строительный эксперт Анатолий Ярков констатирует, дом опасен для жизни. Халтурную работу видно невооруженным взглядом. Здесь даже вот цоколь и тот просел. Просел сантиметров на пять. Здесь тоже нужно цоколь весь снимать и переделывать. То есть он, цоколь, отдельно от здания стоит. То есть просто прилепили его и все. Недолговечность строения объясняется просто. Халтура строителей и халатность чиновников. По документам жилой дом возведен из кирпича. На деле же выяснилось, короб здания пеноблочный. В Акимате говорят, все по закону. Уверяют, комиссия не могла допустить к эксплуатации бракованный дом. Отреснувшие стены и просевший фундамент отнюдь не доказательство. Правда, почему обещанный кирпичный дом вдруг оказался пеноблочным, чиновник внятно объяснить не смог. Я бы так не говорил, что они что-то схитрили. Может быть, это недостаток проекта. Мы же не говорим. Может быть, это действительно как недостаток самого исполнения, то есть сама фирма-подрядчик. В этом вопросе нужно разобраться. Чиновники посоветовали жильцам подать в суд на строителей. Мол, гарантия дома в три года закончилась. А значит, все заботы лягут на плечи владельцев квартир. Теперь павлодарцам придется не только выплачивать ипотеку за аварийный дом в течение 10 лет, но и периодически тратиться на его ремонт. Евгения Бодрова, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. А экологи выступают против новой инициативы Акимата Алматы. Чиновники решили сократить ровно наполовину число разрешительных документов, которые необходимы для вырубки деревьев. Кроме того, яблоня сиверса, занесенная в Красную книгу, под угрозой вырубки. Это дерево, прародительницу всех яблонь, власти Алматы включили в черный список. Мнение зеленых на этот счет выслушала Людмила Экзархова. Яблоня сиверса и другие деревья, Красные книги Казахстана под угрозой вырубки. Чиновники и депутаты Алматинского маслехата намерены внести изменения в правила содержания и защиты зеленых насаждений города. Нововведения, с одной стороны, сократят бюрократическую процедуру, но с другой, в два раза уменьшат перечень документов на вырубку деревьев. Акимат хочет предложить, что если есть государственная необходимость на территории города Алматы, краснокнижные растения, можно уничтожать. Это просто сумасшедшее противоречие национальному законодательству. Из нынешней разрешительной системы в этом году вдоль центральных проспектов мегаполиса вырубили более 300 деревьев. Замначальник управления природных ресурсов Алматы Марат Кисикбаев обещает, что строительные компании возместят причиненный ущерб согласно закона. Только когда и где, пояснить не готов. Вы сейчас подойдите, просто для примера, на любую стройку, просто скажите, вот это дерево уберите, оно мешает. Вот что они вам скажут? Все боятся, потому что есть прецеденты. У нас порядка 17 материалов направлено в природоохранную прокуратуру. Защитники природы констатируют, даже чиновники Министерства охраны окружающей среды признают, уровень загрязнения воздуха в Алматы ухудшается. Уничтожать деревья – непозволительная роскошь. Расширение и прокладка дорог, строительство новых зданий и автопарковок усугубляет ситуацию. Экологи зеленого спасения намерены провести сбор подписей против решения Акимата и сочетать все краснокнижные деревья Алматы. Людмила Кзархова, Боржан Адрисов из Алматы, Казахстан. И последнее. Выставка фотографий с лицами людей обычных профессий открылась сегодня в центре Алматы. Цель организатора фото-выставки – привлечь внимание к таким профессиям, как воспитатель и дворник. Своебразную выставку посетил Сергей Исаенко. Город должен знать своих героев. В Алматы организована выставка фотографий, посвященная жителям Южной столицы. Прямо на витринах одного из центральных супермаркетов вывешены 20 профессиональных фотографий врачей, воспитателей и дворников. Главная идея акции – тружеников во благо мегаполиса каждый должен знать в лицо. Почему у нас у всех на слуху какие-то там медийные фигуры, артисты, звезды, экраны, вот, и мы больше интересуемся их жизнью. На самом деле это неправильно. Вот такой перекос в гламуризацию нашей жизни, он даже вреден. Поэтому очень важно поддерживать простых людей, их инициативу. Фотографии провисят здесь месяц. Выставка организована неправительственной организацией при поддержке властей одного из районов. Заявки на участие в фотосессии подали около 50 человек. Организаторы рассчитывают, что все регионы Казахстана поддержат эту инициативу. Сергей Исаенко, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Это все наиболее важные события, которые произошли сегодня. Мы следим за событиями в Казахстане. Смотрите новости на нашем канале. Всего доброго и до встречи.